Благодаря зарыблению Ростовская АЭС в десятый раз сократила зарастание водоема-охладителя. Более 1200 килограммов белого амура, 4 тонн карпа и 300 килограммов толстолобика на днях выпустили работники Ростовской АЭС в акваторию водоема-охладителя атомной станции. Мероприятие завершило программу зарыбления водоемов Донского бассейна этого года. Всего в этом году в акваторию Цемлянского водохранилища выпущено около полутора миллионов мальков белого амура и сазана. В устье Азовского моря 35 тысяч мальков в краснокнижной стерляде. В водоем-охладителя Ростовской АЭС 10 тонн рыб-миллиораторов. Сверкая серебряное золотое чешуё, рыба из специального рукава ныряет в водоем-охладитель. Этот технологический водоем обеспечивает работу различных систем атомной станции. Поддержание необходимого качества воды, содержание в ней фитопланктона и прочей растительности производится в том числе и с помощью рыбы. Цехом обеспечивающих систем ежегодно осуществляется такое мероприятие. В этом году у нас запланировано выпустить 10 тонн рыб-миллиораторов. Это в первую очередь белый амур, белый толстолобик и карп. В водоем растительно-ядную рыбу выпускают уже в зрелом возрасте, весом более полукилограмма, способную сразу приступить к миллиорации. Должна быть уже крупная рыба, которая хорошо сразу активно возьмет в работу забор избытка фитопланктона и начнет работать. Поэтому такая возрастная рыбка и по объему, и по возрасту. За 20 лет зарыбления растительная нагрузка на водоем сократилась в 10 раз. И уровень зарастания уже многие годы остается в пределах 10%. И это норма. Согласно проводимому экологами атомной станции мониторингу, в водоеме-охладителе сейчас в общей сложности обитает более трех тысяч особей рыб различных пород, в их числе и русский осетр. И объемы вселения из года в год разные. Если, например, в 2002 году это было 60 тонн, то в этом году достаточно 10. Поддерживаем степень зарастания водоем-охладителя в тех пределах, которые, ну, скажем так, не и меньше нельзя. И больше тоже мы отслеживаем, чтобы больше не было. Мероприятия по восстановлению экосистемы водохозяйственного комплекса Цемлянского водохранилища и реки Дон вошли в нацпроект «Экология». Атомщики, помимо собственного водоема, производят зарыбление водоемов Донского бассейна. В этом году в водохранилище реки Дон обрели прописку около полутора миллионов мальков сазана и 35 тысяч мальков стерляди. За годы в исполнении биоресурсов водоемов специалистами Ростовской АЭС выпущено более 70 миллионов мальков рыбы ценных пород стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика.